Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ну и Ярослав Виклемишев, наш корреспондент из Нью-Йорка, главный редактор интернет-портала радиоцентра SunGates, который из близких странствий возвратясь, буквально сегодня, о чем он тоже сейчас скажет, но сегодня у нас очень интересная тема, она, так сказать, спонтанно появилась, поскольку только вот буквально сегодня мы с Василиной побеседовали. Ну, я буквально пару слов скажу, а далее она уже сама, так скажем, вступит. Дело в том, что Василина является руководителем своей собственной астрологической школы, причем школа закрытая. Почему закрытая? Вроде бы как должны быть все открытые, но вот она сама расскажет, почему она закрытая. Я просто скажу, что ученики, ее ученики, которые учатся в этой школе, говорят о том, что очень трудно учиться там. Но вот знания, полученные в этой школе, меняют представление о мире в целом. Могу подтвердить о том, что знание астрологии меняет действительно представление. Я хоть и как бы не астролог, но чуть-чуть в этом что ли разбираюсь. И вот когда поехал в Индию первый раз, где-то примерно лет около восьми тому назад, я получил некоторое представление об этом, и вот они как раз поменяли вот мое мировоззрение. Ну, в данном случае мы сейчас будем говорить о каких-то вещах, которые, ну, возможно, не для всех понятны. Не все могут приниматься, но, тем не менее, они очень интересные. Но для начала давайте поздороваемся с нашими гостями. Василина, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Василина. Да, Ярослав. Я очень рада. С пятницы 13-го. С пятницы 13-го. Вот буквально. Это мы предварительно уже обсуждали. Что такое пятница 13-ая? Ну, вот сразу тогда к вам вопрос, Василина. Пятница 13-ая, это имеет под собой основание, вот как фильмы там, Friday the 13th, имеет основание считать, что это какой-то несчастливый день, или это какие-то ложные представления, как вы считаете? Для всех по-разному, для всех знаков по-разному, для стран по-разному. Одни страны считают, что 13-е это хорошее число, и я бы сказала, для Америки это, в общем-то, неплохое число, связано со знаком близнецы. А это пресса, это средства массовой информации, это наш сегодняшний эфир. Василина, я родился в пятницу 13-го. То-то я думаю, почему я в журналистику пошел. Вот тут вы точно абсолютно попали. Так что все как надо у нас. Все по плану. А как вы считаете, Василина? Дело в том, что, ну, вот я немножко занимаюсь нумерологией, и считается 1 плюс 3, это 4. А четверка, ну, во-первых, это планета Араху, это, правда, восточная астрология, или Уран. В западной астрологии, но, тем не менее, четверка как-то в Китае не очень любят, поскольку они ставят какие-то серьезные препятствия перед человеком, считается так. Далее, четверка – это вот человек, который, ну, имеет огромный потенциал. Во-первых, он твердо стоит на земле, поскольку там 4, как бы, ножки у стула, у стола и так далее. То есть человек твердо стоит, у него опора, опора вот такая серьезная. Но в то же время у него какой-то вот такой, вот он идет, 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 вот пытается и бах, стап, и все, он останавливается. То есть какая-то преграда вырастает на его пути. Как с точки зрения астрологии в этом плане? Ну, четверка ассоциируется со знаком весы, а весы – это знак, у нас, как бы, принятый в астрологии враги, конкуренция, поэтому всегда бывают препятствия. Я еще и родился под знаком весов, надеюсь, я не врать никому, да, именно в пятницу 13-го, именно под знаком весов. О, как я попал. Ну, как это, Ярослав, вы же в оппозиции были, поэтому, естественно. А, ну, да, 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 наверное, да. Вот самое главное, что это и есть, вот, все вокруг, как бы, препятствует, препятствует. Вы знаете, это я обращаюсь сейчас к нашим радиослушателям, ну, когда, так сказать, мы познакомились с Василиной на Фейсбуке, мне просто, я читаю то, что связано с астрологией, с эзотерикой, у нас очень многие корреспонденты есть, которые выступают по этой отрасли. И мне просто понравилось, как это все описывает именно Василина с точки зрения, вот, астрологии. Хотя, еще раз повторю, это, так сказать, традиционная западная астрология, наверное, так ее называют. Сейчас она меня может поправить. Ну, вот, первый такой вопрос из двух, мой лично. Ну, мы все, наверное, знаем и слышали многие, если не все, то многие слышали о той трагедии, которая произошла на Синайском полуостровом. 31 октября разбился самолет, российский самолет. И по этому поводу ходят разные слухи, как всегда, что же было причиной гибели вот этого авиалайнера. Ну, я читал то, что вы написали, но вот вы все-таки озвучите, так сказать, если сможете. Хорошо, но у меня есть предыстория. Дело в том, что мы постоянно тестируем, исследуем, и вот в тот период, когда произошла катастрофа, мы тестировали новый транснептуновый объект, который находился прямо в этот день в оппозиции с Сатурном. Ну, это такая астрологическая конфигурация, которая должна была как-то негативно проявиться. Ну, у нас уже были наработки. Мы связывали как раз этот аспект с различными приборами. Дали ему название «Дактиль». То есть прибор – маленький плод интеллектуального труда человека, куда, в общем-то, свои знания интеллектуальный человек закладывает. Так вот, в гороскопе катастрофы как раз-таки этот прибор очень активен и находится как раз в жесткой программе полета. То есть можно считать, что как раз-таки прибор и вызвал эту катастрофу. Прибор маленький. Вы не можете пояснить, о чем идет это? Мы считаем, мы говорим о чем-то виртуальном или о каком-то конкретном приборе, который вызвал данный катастрофу. О конкретном. Плод интеллектуального труда у человека чаще всего материален, конкретен. То есть это может быть книга, это может быть айфон, это может быть бомба. Может быть чемодан со взрывчаткой, да, совершенно верно. Ну, в данном случае прибор был маленький. То есть исходя из общей картины, которая в гороскопе, прибор был маленький. По гороскопу можно посмотреть, где находился прибор. То есть то видно, что где-то возле топливной системы. Ну, это абсолютно совпадает с данными экспертизы, последней экспертизы, которую я проверял по этому самолету. По той простой причине, что да, действительно, там, видимо, был дополнительный ибак на борту. Для того, чтобы они успешно долетели до Санкт-Петербурга, то есть им нужно было дополнительное топливо. И, в принципе, для разгерметизации самолета было достаточно небольшого количества взрывчатки, для того, чтобы они потеряли стабилизацию и хвоста полностью. Ну, вот эта картина как раз и отражена. Основное поражение произошло именно в той части самолета, где изоляция находится. Вот самые изолированные отсеки. То есть там и произошел взрыв. Ну, и сам прибор, там было условие у этого прибора. Либо температурный режим на него повлиял, либо, ну, Сатурн ассоциируется со временем, может быть, таймер стоял. Вы знаете, Василина, я вот сейчас, наверное, как журналист поставлю телегу впереди лошади. Но это такая журналистская практика обученная, да? Вот. И при данной постановке телеги скажите, вот сейчас как бы по последствиям того, что произошло с самолетом, мы отлично понимаем, и ваши данные абсолютно точно сочетаются с данными экспертизы, которые в последнее время дают египетские власти и многие другие. Но один вопрос. Можно ли за счет ваших знаний, за счет ваших, как бы, умения просчитывать вот таким вот образом ситуацию, предотвращать такие случаи? А так уже люди погибли, все, их уже не вернуть. Конечно, можно. Только желательно исключить человеческий фактор. То есть в будущем должна быть программа, которая рассчитывает все это. Человек, знаете, под действием какого-то субъективного взгляда, либо под действием настроения может интерпретировать гороскоп неверно. А программа сделает это точно. То есть в дальнейшем это возможно. Вы не считаете, Василина, о том, что все-таки программа, она создана человеческим, так сказать, фактором, а человек все-таки может ошибаться, поэтому и здесь заранее, возможно, заложена какая-то ошибка. Я абсолютно согласна. Дело в том, что над программой не может работать один человек. Должны работать несколько, группа, с различными чертами характера, под различным влиянием обстоятельств, чтобы статистику набрать. То есть в принципе мы говорим о систематизации знаний, которые могут быть объединены в одну программу, и из этой программы будет уже и тогда исключен человеческий фактор, потому что никакая эмоция определенная, никакое состояние духа, может у меня сегодня в любви что-то не сложилось или еще где-то, никоим образом не будет влиять, если эта программа будет работать на основании сочетания каких-то определенных знаний. Да, 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 проверенных статистических исследований, да. Конечно, можно. Это замечательно, Василина, только скажите мне, вот на самом деле, до сих пор мы относились к астрологам, как бы к гороскопам, как к нечему, какому-то там тайному знанию, которое знают отдельные люди, и вот мы ходили к астрологу специально, консультировались у астролога, советовались с ним. То есть вы предлагаете совершеннейшую универсализацию этого дела. То есть работает не человек, а программа. Ну, вообще-то так, я понимаю, сколько у меня соперников, которые могут оспорить мое мнение, я все это понимаю, но считаю, что мы, в принципе, тоже какая-то программа. Значит, и мы можем создать тоже универсальную программу. Вон уже сколько дактилей разных, различных программ работает. Почему бы эту программу не тестировать в течение, там, пяти лет, на благо человечества? По большому счету, я считаю, что весь мир – это одна большая программа. Причем очень сложно написанная. Вы знаете, я как раз-таки, вот с точки зрения психологии, вот я просто как бы, ну, вхожу, что ли, вот в эту энергию, то, что сейчас Василина озвучила. Я понимаю это таким образом, ну, много раз бывая в Индии и столкнувшись с тем, что там действительно какие-то есть вещи, которые совершенно невозможно не предсказать. В частности, вот я рассказывал, как я приехал туда и приехал к хранителю астрологических гороскопов, которые были написаны, как считается, несколько тысяч лет назад. То есть я прихожу, сажусь к дедушке-астрологу, ну, есть там некоторые хранители астрологии, и мне достают с полки, так скажем, достают папку. В папке находятся, ну, листы, которые, папирусные листы такие, и выбирается вот конкретно мой гороскоп, который, естественно, уже был написан, ну, как считается, опять же, несколько тысяч лет назад, и зачитывается. То есть и там полностью один в один моя вся жизнь со всеми подробностями. Ну, в это, еще раз повторяю, очень трудно поверить, но я там сам был, и мне зачитывали его, причем я был, так сказать, свидетелем, поскольку там группа, которую вот я как раз таки привозил, она как бы вместе со мной там и шла. Получается, что это уже давно известно, предсказано, и мы являемся программой. То есть книга жизни существует, оказывается. Абсолютно существует, да. Только еще раз, ну, не все туда приедут, то есть там хранятся гороскопы тех людей, которым уже известно, что не приедут. То есть там, скажем, биллионы китайцев или индусов, не все туда, понятно, приедут. Так вот, внутри этой программы, которая есть, если гороскопы это тоже сейчас программа, естественно, та программа, которую мы создаем, люди создают, в данном случае вот то, о чем сейчас говорит Василина, это действительно, почему бы нет, почему бы она не могла быть частью вот этой огромной программы, которая уже написана для всех нас. Частью единого замысла, как мы это иногда называем, да? Ну, конечно, можно. Да, еще, вот еще одна такая ремарка, я знаком со многими астрологами, ну, в данном случае я говорю о ведических астрологах, и вот там есть один известный доктор, доктор, он профессор астрологии, очень известный человек в Индии, кстати, и он потомственный астролог тоже, в том числе. Правда, он говорит, астрология мне помогает, то, чем я занимаюсь, а он действительно врач. Так вот, он говорит, вот интересный момент, который надо было бы как-то подумать нашим западным врачам. Он говорит, я не имею права приступить к лечению человека, пока я не сделаю его гороскоп. Он вообще не имеет права приступить к лечению человека. То есть это просто совершенно удивительно и просто выходит за пределы понимания нашей западной медицины и вообще отношения к здоровью как таковому. Да, это интересно. Это правильно, только это надо на государственный проверить и на государственный уровень выводить. Ну, это, конечно, будущее. На государственном уровне, Василина, вы не дождетесь, это я вам гарантирую. Мы даже здесь дождаться не можем. Поживем, увидим. Хотя президентом Соединенных Штатов на самом деле составляют гороскопы и это как бы такая негласная сторона деятельности Белого дома. Но, тем не менее, это факт и не будем этого скрывать, потому что для президентов, для администрации президента Соединенных Штатов составляются гороскопы и как бы он может к ним серьезно или несерьезно относиться, но, по крайней мере, сверяться приходится и с этим. Это действительно, это как бы данность, которую мы не можем отметать. Они составляются. Я не думаю, что для президента Белоруссии составляются гороскопы, потому что, ну, может, он себя считает в большей степени Богом, которым быть трудно, но, тем не менее, там на государственном уровне вы не дождетесь пока. Иначе надо предположить, что есть какие-то другие влияния, которые не зависят в стране от президента. Ну, я полагаю так, что Василина в курсе дела, она просто проживает на территории Белоруссии, поэтому озвучивать как-то, наверное, некорректно в данном случае эту тему. Но вот, допустим, я совсем недавно читал, ну, по-моему, вчера или позавчера вышел такой, скажем, прогноз на ноябрь 2015 года, на ноябрь геополитической ситуации в мире, да? Правильно я говорю, Василина? Ну, если у меня, то названия такого нет. Просто у меня там картография. Это я перевел, значит, получается. А политики там практически нет. А вы как господин Дугин сразу в геополитике. А, ну, хорошо. Ну, у нас политические обозреватели в эфире, поэтому... Ну, хорошо, расскажите все-таки, какова ситуация у нас тогда в мире? Очень напряженная. Мы на пороге очень серьезного кризиса. Это экономический, это и серьезный такой значительный всплеск терроризма. Так что проблемы будут. Если по личностям пройтись, то можно кого-то там выбрать. Вам, наверное, Барак Обама интересен? Да как раз таки, по-моему, уже нет. Барак Обама нам абсолютно уже не интересен, на самом деле. Он, так сказать, досиживает, если можно сказать так, свой срок. А вот следующий президент, это, наверное, было бы интересно. И это интересно. И интересен еще один вопрос, как бы мы их можем уже объединить. Все-таки понятно, что проблема терроризма, она не стирается с границ земного шара. И проблема вообще экономических каких-то потрясений, она тоже, естественно, существует. Но самое главное, все-таки, будет ли военная проблема, то есть глобальная военная проблема. Вот это очень важно. С точки зрения астрологии война уже идет. То есть вот этой границы, в принципе, вот сейчас не видно. Вот этот всплеск терроризма, который будет в конце ноября, в декабре, обострение войны в Сирии, вот сейчас боевые действия усилятся, встряска на Ближнем Востоке, ну, это уже продолжение. То есть никто, ну, аспекты сейчас такие астрологические, что нельзя сказать, что сегодня начинается война. Все делается чужими руками, за чьей-то спиной, незаметно, постепенно, плавно. Не будет точки отсчета. Она, можно сказать, уже пошла. А скажите, личности какие-то, они могут изменить вот такую ситуацию? Отдельные личности, ну, скажем, в данном случае президенты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова